Хабаровские полицейские задержали 49-летнего охранника магазина детских товаров, который поджег киоск овощей и фруктов из мести. Преступление мужчина совершил вечером 9 мая, после празднования Дня Победы, будучи нетрезвым. Горожанин пришел к павильону, стоящему неподалеку от его дома на улице Королева. С собой он принес стеклянную банку с горючим, облил им боковую сторону ларька, где смонтирован электрощиток, и после поджога ушел. Спалить киоск дотла у фигуранта не получилось. Обгорели лишь провода, находившиеся в защитных гофротрубках, и часть стеновой облицовки. Тем не менее, ущерб владелец павильона оценил в 55 тысяч рублей. Как позже выяснилось, житель улицы Колораша мстил за свою супругу. Пришедшая домой жена пожаловалась мужу, что ее обидел продавец этого киоска, когда она покупала овощи. Супруг посчитал, что ситуация требует его внимания, и собирался на свою акцию недолго. Продавец павильона подтвердил, что у нее действительно было подобие ссоры с клиенткой из-за якобы грязной капусты. Но ничего оскорбительного он ей не говорил. Капуста все чистенькая, все отлично. Она просто возле меня, просто взывались, листочку убирает. Я говорю, девочка, так же не сдавшись. Вот если хотите, я говорю, где грязный? Такой не должен быть. Судя по видеонаблюдению, поджигателя наличие свидетелей ничуть не смущало. Мужчина погрозил кому-то пальцем, потом вытащил из пакета банку и плеснул горючее на стену. Поджечь киоск он смог только со второй попытки, бросив банку на него. Поначалу пламя выглядело серьезным, но вскоре угасло само собой. Последние мелкие очаги дотушили очевидцы, забив языки огня курткой. Сотрудники полиции задержали поджигателя и выяснили, что он уже имел проблемы с законом. Но это было много лет назад. Изъятые сотрудниками третьего городского отдела полиции записи с камер наружного наблюдения позволили установить личность и задержать злоумышленника. Им оказался 49-летний житель первого микрорайона. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за преступление имущественного характера. Мужчина обвиняется в умышленном повреждении чужого имущества путем поджога. За это ему грозит до пяти лет колонии. С места происшествия Анастасия Манина и Андрея Уферов.